День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Доброе утро. Ну и сейчас мы действительно поговорим, может быть, редко мы затрагиваем какие-то международные темы, но, тем не менее, я думаю, что тема актуальна как никогда и для Латвии, поскольку Латвия выражает поддержку Украине в такой напряженной ситуации, которая сейчас сложилась на российско-украинской границе. И вот мы видим, как, конечно, знаем, вот такие примеры самосбывающихся пророчеств, как вызывает особенную тревогу, когда очень часто политики говорят о том, что вот-вот произойдет война, по неволе, в общем-то, люди начинают беспокоиться, не случится ли вот действительно такое именно по причине того, что все начинают уже верить в то, что это может произойти. Ну и на фоне этих сообщений, разумеется, люди начинают покидать страну. Есть сообщения этих же самых украинских СМИ, что и депутаты, и олигархи, и бизнесмены, и простые граждане стремятся кто куда, кто к друзьям, кто к друзьям. Аэрболтик организует дополнительные рейсы. Аэрболтик в основном вывозит наших граждан оттуда, которые тоже решили покинуть Украину. Что происходит внутри этой страны? Каковы настроения? Мы побеседуем с нашим коллегой, украинским журналистом, международником Олегом Ясинским. Олег, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, да. Я хочу уточнить, я сейчас не в Украине нахожусь, но это не потому, что я сбежал от этой ситуации. Я живу в чине Латинской Америки, тем не менее, я месяц назад был в Украине, поэтому был свидетелем части этой истории. Ну, собственно, что только подтверждают наши слова, как можно дальше он даже в Латинской Америке. Недалеко, как сегодня, президент Зеленский выступил с обращением к нации, начав его словами великому народу великой страны, заявив, что Украина сильна сейчас как никогда. Согласны ли вы с этим утверждением? Я не просто не согласен с этим утверждением, мне кажется, что это совершенно патетично, карикатурно. Я думаю, что более зависимой Украины, более слабой Украины история не знает. И что бы ни заявлял сегодня украинский президент, я думаю, что весь мир сейчас является очевидцем в ситуации, когда судьбу Украины решает кто угодно, но не украинское правительство. Тот же самый Зеленский буквально на днях заявил, ну, в переводе на такой простой человеческий язык. Ребята, столько информации, столько информации, но ничего не понятно. Давайте уже определяться, что происходит. На ваш взгляд, действительно, что происходит? И главный вопрос, ваша оценка, будет ли война? Дата назначена буквально на завтра российского вторжения, я имею в виду. Я думаю, о том, что будет, мы узнаем буквально в течение ближайших 48 часов. Это тот удобный случай, когда кем-то странами, которые очень удалены от Украины, от России, назначена дата войны между ними. Я думаю, что, если говорить немного более серьезно, мы имеем дело с крупнейшим в истории человечества международным медийным фейком, фейком, созданным Соединенными Штатами Америки и в значительной степени их союзниками из Великобритании, которые заинтересованы в нагнетании обстановки, в создании обстановки крайней напряженности вокруг России. И если украинское правительство всегда им слепо подчинялось, находясь в полной политической и экономической зависимости, сейчас абсурд ситуации дошел до того, что даже правительство Зеленского пытается как-то вяло возражать, отрицать утверждение американской стороны о том, что Россия готова вторгнуться, потому что забавно в этой всей ситуации. Не только российское правительство, но и украинское правительство говорит о том, что военная ситуация на границе не хуже, не сложнее, чем начиная с 2014 года, что по разведданным Украины никаких планов наступления у России нет. И я думаю, что любой наш внимательный зритель, если попытается отказаться от медийных клишей и лозунгов, проанализировать все последние события, несложно понять, что правительству Путина военное решение конфликта с Украиной не выгодно практически во всех отношениях. Кроме того, сохранение нынешнего статуса к Украине достаточно удобно многим российским элитам, потому что Украина для России как бы IT-пример того, что происходит за страной, когда к власти приходят оппозиционные прозападные силы. Потому что я как очевидец могу говорить, что украинская экономика, украинское общество, все находится в состоянии глубочайшей депрессии, разрухи. И вот сейчас плюс к этому, этот международный скандал, который приводит к панике, к вывозу капиталов из Украины, это настоящая национальная катастрофа для Украины, эта трагедия, несомненно, даже без войны. Причина в чем? В том, что нынешнее украинское руководство позволило превратить страну уже достаточно давно в шахматную доску для разборок между интересом коллективного Запада и Российской Федерации. То есть мой прогноз – войны не будет. Хотелось бы в это, конечно же, верить, но российские войска у границ стоят? Это факт? Или вы оспариваете его тоже? Нет, конечно же, но они стоят с 2014 года, с начала событий на востоке Украины. Они там стоят время от времени, проводятся маневры, проводятся учения. Кроме того, я думаю, что в наше время исход войн предопределяют не пехотные силы, даже не танковые дивизии, а современные технологии, ракеты, авиации и так далее. И, наверное, при современной военной логистике в случае любого обострения можно живую силу и технику достаточно быстро перебрасывать из одной точки в другую. Войска стоят, конечно же, как и многие натовские войска, стоят вблизи границ с Восточной Европой. Напряженности я не отрицаю. Я отрицаю рациональность планов России атаковать Украину. На ваш взгляд, действительно, кто этот Тамада, который пытается спровоцировать? То есть вы говорите о том, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в войне. Вот как на свадьбе Тамада говорит, что здесь собрались близкие родственники, будет трудно спровоцировать брак, он, наверное, профессионал. Вот кто этот Тамада, который пытается столкнуть с две стороны? Я думаю, что из того, что очевидно, потому что далеко не все сегодня настолько очевидно, совершенно понятны интересы корпораций. Совершенно понятно, что Соединенные Штаты Америки в первую очередь не заинтересованы в сближении позиций между Россией и Западной Европой, странами Евросоюза. Есть проект «Северный поток-2», который достаточно скоро уже вступит в действие. И я думаю, что это информационное медийное усилие направлено на ухудшение отношений между Западной Европой и Россией, потому что это невыгодно Штатам. Ведь если мы посмотрим на ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, то есть у Германии, у многих стран Европы, у той же Франции гораздо более мягкая, более реалистическая позиция. Они пытаются подтолкнуть Украину к выполнению минских договоренностей, что было бы реальным шагом к миру. Кто против этого, кто раздувает этот международный фейк? Это страны, которые находятся гораздо больше в конфликтах с территорией. Это Соединенные Штаты Америки и Великобритании. И совершенно очевидны здесь их интересы. Хотя не все рационально сейчас. Я прекрасно понимаю, что с другой стороны они подталкивают Россию тем самым к сближению с Китаем, который недавно был назначен официально шайтаном номер один и против которого сейчас должны объединяться в кавычках силы цивилизованного мира. То есть, дружим теперь против Китая, вы это имеете в виду. На фоне энергетического кризиса в Европе, бешеного совершенно роста цены на энергоресурсы, так ли действительно... Ну, все ли утыкается в запуск Северного потока-2, который, очевидно, Европе был бы выгоден? Я думаю, что, конечно же, все, но это было бы нежелательным для некоторых прецедентов, потому что Россия, обладая огромными энергоресурсами, кроме того, огромными природными ресурсами, вообще смогла бы предложить очень много решений на ближайшее время, когда нагревается не только энергетический кризис на мир, но ведь сейчас начинаются проблемы с водой, начинаются проблемы с очень многими полезными ископаемыми. То есть, если в прошлом веке войны шли в основном за нефть, за подобные вещи, борьба будущих десятилетий будет за воду, за леса, за те ресурсы, которые, казалось, как сказали, совершенно недавно не исчерпаемыми. Поэтому я думаю, что проект, опять же, я бы сейчас не говорил о правительствах, потому что правительства, западные правительства, да и не только западные, они сейчас представляют интересы тех или иных экономических групп, большинство небольших стран полностью подчинены интересам корпораций. И вот руками этих правительств корпорации будут бороться за природные ресурсы. Естественно, самый лакомый кусочек, не полностью контролируемый корпорациями сегодня, это Россия. И настоящая цель их, это не правительство Путина, и совершенно не важно, кто будет править в этот момент, важно взять под контроль все ресурсы, которые сегодня не контролируются ими. Это очень хорошо видно из Латинской Америки, где происходит та же самая борьба за контроль. По сути, в мире сейчас идет борьба между американскими корпорациями, связанными с США, и китайскими, и Китаем за контроль над тем, что принадлежит всему человечеству. А Украине не повезло в том отношении, что она находится в такой интересной для всех геополитической точке. Украина всем удобна. Это действительно выход, это точка стыка разных богатейших и геополитически важнейших регионов. Несчастье Украины в том, что к власти пришли люди, которые то ли искренне этого не понимают, то ли же обслуживают совершенно сознательно чьи-то внешние интересы. Я, конечно же, склоняюсь к второй версии. Напомню, с нами на связи Олег Ясинский, журналист-международник. Мы обсуждаем ситуацию на Украине. Олег, скажите, пожалуйста, если не говорить о корпорациях, о правительствах, о чинах и так далее, простые люди, как вы можете оценить настроение в украинском обществе? Это страх, это надежда на лучший исход, это, в конце концов, какая-то агрессия по отношению к той же самой России? Я думаю, что это страх всего этого, потому что надо учитывать, что начиная с 2014 года, хотя процесс начался гораздо раньше, средний украинский гражданин живет под постоянной информационной бандожкой о том, что Россия это враг номер один, Россия это империя, которая собирается напасть на Украину и уничтожить ее. Совершенно понятно, что далеко не все верят этой пропаганде, но она, конечно же, очень сильно накладывает отпечаток на оценки ситуации изнутри Украины, потому что это звучит 24 часа в сутки и всего 4 дня назад в Украине был запрещен, был закрыт последний оппозиционный альтернативный телевизионный канал, канал открытого телевидения «Наш». Украинское общество как никогда разделено, украинское общество очень устало, но из-за массы экономических и социальных проблем, я думаю, что у большинства людей просто не хватает сил, энергии и желания заниматься геополитическими анализами. Я думаю, что многие люди находятся в состоянии растерянности, паники, депрессии, даже те, кто говорят, что ничего страшного не произойдет. Некоторые считают, что действительно Россия может напасть, что Россия враг. Я думаю, что это далеко не большинство украинцев, но это меньшинство, которое я бы считал более активным, оно больше светится в социальных сетях, поэтому иногда создается иллюзия в том, что вся страна сошла с ума. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что на фоне продолжающегося падения рейтинга правительство Зеленского, которое не справляется с властью ни в каком отношении, война и постоянный конфликт, напряженность с Россией – это идеальные алиби, это идеальный повод оправдания для всех политических и экономических провалов правительства. И совершенно понятно, что подписание Минского договора нынешней украинской власти совершенно невыгодно, потому что это позволило бы сохранить территориальную целостность страны, и это позволило бы включить жителей и политиков Донецка и всего региона Донбасса политическое пространство нынешней Украины, а у них своя, у них совершенно другая правда. И, конечно же, политическое лицо Украины – это крайне невыгодно, поэтому такое сопротивление исполнению подписанного в Украине договора. Вот вы упомянули как раз Донецк, я хотел спросить, ведь антироссийские настроения, они появились тоже, в общем-то, не на пустом месте, и сомнительная история с Крымом, и до конца неопределенный статус и Донецкой республики, и Луганской республики. В общем-то, это тоже основа для, не знаю, ну, по крайней мере, агрессивных комментариев в социальных сетях, направленных в сторону России. Это и страх, и ненависть, но они тоже, в общем-то, подпитываются недавними историческими событиями, оценка которых тоже разнится в обществе. И на примере того же самого Крыма и Луганска, и Донецка вполне можно понять тех людей, которые боятся повторения истории. Я думаю, что говоря о происходящем в той или иной географической точке, надо прежде всего говорить не о территориях, а о настроениях населения, о желаниях населения той или другой территории. И я нисколько не сомневаюсь и всегда говорю о том, что они все, Крым и Россия, дела нарушения международного права. Да, это правда. Есть и другая правда в том, что большинство крыльчан, может быть, не тот процент, который показала Россия как результат референдума, но абсолютное большинство крыльчан, я в этом убежден, они поддержали это решение, они так никогда и не почувствовали себя Украиной. И когда я вижу осуждение нарушения международного права России в случае с Крымом, из уст тех людей, которые не замечали агрессивных войн США, нападения на Ирак, Ливию, того, что произошло в Сирии, Югославии, те же самые люди, они совершенно закрывали глаза на то, что Запад сделал все то же самое в гораздо большем масштабе и в течение гораздо длительного исторического времени. И они сейчас говорят о России как об агрессивной империи номер один. Мне это кажется откровенным лицемерием, и я просто не доверяю этому взгляду, оценкам этих людей. Что касается произошедшего в Восточной Украине, на Донбассе, насколько нелегитимным был захват власти в результате так называемой революции достоинства на Майдане, точно так же против этого эта власть не была признана значительной частью населения Восточной Украины. У этих людей было на это точно такое же право. Это был чисто гражданский внутриукраинский конфликт, который должен был и мог решаться мирным путем. Когда украинское правительство, только захватившее власть, новое, принимает решение о проведении антитеррористической операции и направляется до войска, я напомню, что украинские солдаты не хотели стрелять. Никто ни с одной из сторон не хотел стрелять, не хотел открывать огонь людей с травмами. С другой стороны, это Россия, которая находится рядом. Россия, которая видит, что в соседней, в ближайшей стране к власти приходит откровенно антироссийское правительство, которое еще до Крыма, еще до событий на Донбассе начинает приглашать НАТО, приглашает западных союзников. Все эти события происходят при курировании их из американского посольства и других посольств Запада. То есть, будем называть своими вещи. А в Украине приходит враждебная России правительство. Против него происходит восстание на Донбассе. И совершенно логично то, что Россия поддерживает силы, противостоящие враждебному ей правительству. Но, опять же, называть это вторжением России на Донбасс, Украину в 2014 году, это тоже очень точно, как и термин гибридных войн. Потому что все, без исключения сверхдержавы в течение прошлого 20 века, участвовали во всех внутренних конфликтах, почти во всех, защищая своих союзников, защищая свои интерес. И, конечно же, называть российскими силами ополченцев в непризнанных республиках, это пропагандистское преувеличение. Процесс гораздо сложнее, гораздо глубже. Есть разные люди с убежденностью по обе стороны границы. Я думаю, что единственный путь к решению вопроса – это избавиться от клише, избавиться от лозунгов, избавиться от этого радио «Тысяча холмов», которое вещает, причем с обеих сторон. Как и называть украинцев, всех нацистами и так далее. Это точно такое же зеркальное отражение той же пропаганды войны необходимо искать общий язык, необходимо искать другие термины и необходимо искать пути сближения, потому что по обе стороны этого абсурдного противостояния есть люди, которые совершенно не хотят, не планируют умирать. И я думаю, что не разжигая этот конфликт извне, он бы уже давно решился, люди бы сами уже между собой договорились с украинцем, в том числе с тем, кто живут на неподконтрольном Киевом территории. По большому счету делить нечего. Это те же люди, это часть того же народа, необходимо сбить эту волну нетерпимости и пропаганды. Олег, у нас остается буквально минуты эфирного времени. Не хочется думать, конечно, о горячей фазе войны и к чему это приведет, и к количеству жертв, и прочим последствиям. Если, очень надеемся на это, завтра ничего подобного не происходит, ни завтра, ни послезавтра. Политики, на ваш взгляд, как будут себя вести те, которые сейчас как раз-таки напрягают эту ситуацию? Какова будет их риторика на тот момент? Они, в общем-то, поставят себе в заслугу то, что, совершив какой-то вояж по европейским странам, они договорились и, в общем-то, свели на нет агрессивные попытки России или будут продолжать? И именно так. Я думаю, что политики, не только политики, но и журналисты, которые в последнее время совершенно разучились краснеть, они очень забавно будут утверждать, что такие это заслуга, что это они спасли нет, что следующее поколение украинцев и россиян должны быть им за это благодарны. Но я думаю, что наши народы должны чему-то учиться, зачем-то критически наблюдать. И очень хочется верить, чтобы это было уроком не только для политиков, но и для простых граждан. – Олег, огромное спасибо, что вышли с нами на связь. Журналист-международник Олег Ясинский беседовал с нами о ситуации на Украине, и все это сводится к простым человеческим вот этим вот словам. Никто не хотел умирать, и надеемся на решение, бесконфликтное решение этой сложной геополитической ситуации. У нас небольшая пауза, после которой мы с Олегом уже Несинским и Нупека вернемся в эфир, у нас будут культурные гости. – Да, Марк Гурьев, мы поговорим о книгах. Радио Болткома